Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня простой и довольно-таки быстрый рецепт. Простой не в смысле того, что возьмите картошку и воду и приготовьте. Нет, ингредиентов-то тут будь здоров. Но никаких сложностей в плане приготовления нет абсолютно. В одном из выпусков, вот в этом, мы с Володей показывали вам простенький рецепт. Мясо в тандыре. Маленькая ремарка. Раньше я вот в этом месте, например, размещал так называемую аннотацию. Этот движок youtube так называет эту фишку. И любой желающий, если у него в настройках не была отключена эта функция, мог ткнуть мышкой в эту область экрана и у него этот ролик открывался в новом окне. Но аннотации не отображаются на мобильных устройствах. А если посмотреть статистику просмотров, то выясняется, что сейчас больше 50 процентов зрителей смотрят этот ролик как раз таки на мобильных устройствах. И youtube ввел так называемые подсказки. Вот этот кружок с перевернутым исказательным знаком. Нажимаете на него и получаете те самые ссылки. Так вот, это был не Володин тандыр, вернее Володи, но не того Володи, а другого. Короче, хозяйка того дома, куда мы так бесцеремонно валились со съемочной аппаратурой, потрясающе готовит. Недавно мы были в том доме в гостях и я попробовал классно приготовленные баклажаны и очень яркий барбекю соус. В тех баклажанах мне очень понравилась одна фишка. Я сейчас всячески экспериментирую на эту тему и когда закончу эксперименты, обязательно вам покажу. А вот барбекю соус сейчас вам покажу практически без купюр. Сразу предупреждаю, все любители просуждать в духе, а вот у меня дома есть только упаковка доширака и вода в кране. Если такой крутой, приготовь-ка мне шедевр из этого для обычных людей, могут сразу отключать это видео. Сегодняшний ролик снят для других обычных людей, которые уже знают, где в своем городе им купить яблочный уксус, коричневый сахар, вустарский соус. Кстати, я тут вустарский соус купил недавно, нормальная бутылочка, да, всего за 9 с небольшим евро. В том же магазине, это магазин для рестораторов, этот же вустарский соус в маленьких бутылочках, я не знаю, там граммов по 50, может быть, по 100, стоит 1 евро 85 центов. Нормальная экономия, правда? Короче, классный магазин. Кстати, скажите мне, стоит ли снимать мне отдельный выпуск или серию роликов про то, где в Испании можно купить привычные россиянам продукты, ну, я не знаю, там сметану, гречку и прочее, или это неинтересно никому? Отпишитесь в комментариях, хорошо? Поехали! Да, кстати, полный список всех ингредиентов со всеми пропорциями, в описании видео указан. Коричневый сахар и яблочный уксус. И разогревают до растворения сахара. Касательно замен. Меня регулярно спрашивают, можно ли заменить то и то. Друзья мои, я не профессиональный повар. Я, конечно, могу высказать свое предположение, что получится, если что-то на что-то заменить. Но у меня огромная просьба. Включайте свое воображение и свои представления о том, что вы хотите на выходе получить. Потому что вполне может быть, что мои представления и мои ощущения о возможности замен не совпадают с вашими вкусами. Я к этому призываю думать на кухне, а не слепо следовать моим или еще чьим-либо рецептам. Думать и представлять. Растворилось все. Добавляю остальные продукты. Лустерский соус. Пару ложек, ну или сколько получится, лимонного сока. Только чтобы косточки вовнутрь не попали, а то горчить будет. Томатная паста, ну или протертые томаты, что найдете. Если у вас именно протертые томаты, а не томатная паста, то уваривать придется, конечно, дольше. Сушеный лук. Сушеный чеснок. Порошок горчицы. Да, можно, конечно, заменить порошок готовой горчицей, но в готовой горчице, кроме порошка, есть еще сахар, уксус и прочая всякая лобудень. Поэтому, естественно, придется потом корректировать все остальные ингредиенты на свой вкус. Начинайте уже сами соображать, представлять. Мед еще сюда нужен. Отлично. Ну и перца для остроты. Каенского. Он очень острый, прям в эрви глаз. Ну и сладкой паприки. Все. А теперь это на среднем огне надо уваривать до густоты. Если вы вместо сухих лука, чеснока положите свежие, то, естественно, уваривать нужно будет дольше, потому что в них, кроме остроты, еще и влага присутствует. В моем случае уйдет это примерно, ну, полчаса-час может быть. Подождем. Густой. Так, ну что, надо пробу снять хлебушком. Наверное, макнуть. Очень насыщенные ароматы. В первую очередь, конечно, яблоко и мед вступают. Ах, я попробую. Нет, никакие магазины этому соусу и в померке не годятся. Класс. Все, конечно, зависит от того, какие ингредиенты вы выбрали. Потому что, ну, тот же яблочный уксус может быть очень кислым и не очень ароматным. И, наоборот, не очень кислым и ароматным. Поэтому, возможно, возможно, на ваш вкус придется немного-немного ингредиенты подбирать по количеству. Но, на мой вкус, вот это вот сочетание, прям как точно настроенная гитара звучит аккорд. Просто сказка. Берите на вооружение. Вам понравится. Спасибо за компанию и всем пока. Хранится. Ну, хранится он будет в холодильнике. Правда, недолго. Съедят раньше. Продолжение следует.